Доброе утро, страна! Продолжаем просыпаться. Ольга Венская, Мариана Муренкова. В этом вам помощники сегодня. А сегодня, между прочим, уже среда и 3 июля. А что же у нас происходит каждый год 4? Ой, я опять сказала 3 июля. Видите, я уже живу просто в лете. 3 апреля. А 4 апреля... А 4 апреля, друзья, отмечается День витамина С. Всем известны витамины. Все мы, конечно же, верим в то, что он чрезвычайно полезен. Так вот, он активно применяется как в медицине и пищевой промышленности, так и в косметологии. Мы-то, девочки, об этом знаем. Да, и мы об этом решили поговорить в нашей студии с нашим гостем. Рада приветствовать в студии Доброй Раницы Беларусь, заведующего косметологическим отделением Клинического центра пластической хирургии и медицинской косметологии Минска, врача-косметолога Людмилу Лукьянову. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, Людмила! Доброе утро! Людмила, ну, обыватель всегда скажет, что витамин С ассоциируется, например, с простудой. Да, вот заболел, буду пить витамин С. А в косметологии чем полезен витамин С? Ой, вы знаете, витамин С в косметологии очень полезен. Во-первых, у него, самая главная его функция, он очень один из самых высоких антиоксидантов, который связывает наши свободные радикалы, которые мы получаем с ультрафиолетовым излучением, стрессом, с факторами внешней среды. Он участвует в подавлении нашего синтеза меланина. Мы его очень часто применяем при лечении пигментации кожи. Также он участвует в синтезе коллагена, который отвечает за упругость нашей кожи. Очень много мы его вводим при лечении акне, розации, снимает воспалительную реакцию. И также он является хорошим, встраивается в барьерную функцию кожи, что как бы увлажняет, сохраняет нашу влагу, увлажнение нашей кожи, защищает ее. Это, ну, просто жизненно необходимо. Вы сейчас рассказываете, что это просто панацея для нашей молодости, но я знаю, что не всем подходит вот именно наружного применения витамин С, да, с сухой кожей. Или тоже подходит? Ну, для сухой кожи, может, не совсем подходит. Но, кстати, витамин С участвует даже в отшелушивании. То есть если кожа сухая и легкие пилинги с витамином С, то он хорошо изменяет рельефность нашей кожи. То есть при сухой коже, конечно, лучше какие-то другие препараты применять, с витамином Е больше, который тоже является высоким антиоксидантным действием, обладает. Поэтому тут уже индивидуальный подход. Людмила, а почему важно обратить внимание на витамин С именно с приходом весны нам, девочкам? Ну, потому что после зимы у нас, к сожалению, кожа становится тусклой, иммунитет кожи снижается, обезвоженный в связи с действием наших отопительных приборов. Поэтому, конечно, восстановительный период, чтобы улучшить наш цвет кожи и тургор кожи, увлажнение кожи, конечно, витамин С здесь просто не заменим. Да, некоторые бы думают, что сейчас витамин С нужно пить в таблетках, например, да? Как правильно? В каких формах? Ну, смотрите, ведь витамин С нужен не только коже, но и очень многим внутренним органам, важным в нашем организме, в строении гормонов он участвует. Но, конечно, то, что мы пьем внутрь, не всегда доходит у нас до кожи. Вот, важный момент. Как сделать так, чтобы доставила? К сожалению, большим. Да, поэтому витамин С сейчас в косметологической промышленности, он высоко использован во всех, в кремах, в сыворотках, в пилингах, в каких-то активных препаратах, даже в активаторах каких-то. А какой процент должен быть? Потому что мы знаем, что сейчас огромное количество всякой продукции. Ну, в зависимости от того, что мы хотим получить. То есть, конечно, нужно начинать с малых концентраций. То есть, если кожа молодая, то есть 5-10% концентрация. Если мы хотим получить отшелушивающий эффект, то чаще всего он используется 20-25% для пилингов. То есть, все равно нужно советоваться к метологам. Конечно, начинать с меньшего к большему. То есть, и как правильно его наносить? Вечером, например, на ночь или с утра? Ну, рекомендуется больше, конечно, вечером наносить его на ночь, за 2 часа до сна желательно. Но если это активная сыворотка, потом можно использовать какой-то еще сверху свой влажняющий крем. На ночь, чтобы не было контакта с солнцем, да? Да. Но если нет такой возможности и в низких концентрациях, его можно и с утра, но обязательно с ультрафиолетовой защитой. Что вы еще порекомендуете ввести всем девушкам нашей страны с приходом весны в свой уход ежедневный? И в рацион, потому что есть апельсины, это недостаточно, да? Нет, ну, конечно. Так как у нас кожа, говорила, за зиму обезвоживается, конечно, большой объем жидкости. В рацион, конечно, желательно много белков ввести. И, понимаете, в уходах, конечно, тут все индивидуально по типу кожи должно быть подходить. Очень индивидуально каждому пациенту, каждому клиенту. Поэтому по уходу здесь, наверное, такой индивидуальный подход. Подбираются какие-то косметологические средства, которые подходят индивидуально. Да. Но если говорить так широко в косметологической промышленности, ну, в косметологии, в принципе, то, конечно, сейчас очень популярны весной это какие-то легкие пилинги, нежесткие уже, конечно, легкие пилинги, которые немножко приведут рельефность кожи. Очень популярны сейчас, конечно, восстановительные такие процедуры, как мезотерапия, биоритализация. Это процедура... Все, что увлажняет нашу кожу и желтый. Да, которая приводит ее к хорошему, красивому, сияющему виду. И формирует там каркас, да? Да. Что касается санскринов, вот что вы порекомендуете? Защитные какие-то СПФ-факторы в крем, чтобы обязательно были? Или это не... Это работает или это... Нет, ну, конечно, это работает. Просто санскрины... Сейчас у нас в аптечной сети очень много санскринов. Причем санскрины настолько сейчас широкий выбор в плане по типу кожи. То есть по возможности и для жирной, и для сухой, и для чувствительной. То есть разновидность там и флюиды, и крема, и гели. Людмила, давайте поясним вот для моей бабушки в деревне Акоково, что такое санскрин? Ну, санскрин – это препараты, которые содержат ультразащитные препараты, от ультрафиолетового вредного облучения. Это солнцезащитный крем. Солнцезащитный крем, конечно. Солнца стало много, мы это сочувствуем, да, и поэтому кожу нужно оберегать. Можно я еще от себя задам вопрос? Потому что я большой фанат витамина С. Да, я пью его всегда, и мне иногда говорят, что этого не стоит делать. В дозировке 900 тысяч, когда нужно пить его, пропивать, и когда не нужно, и кому? Ну, здесь, понимаете, витамин С, ну, то есть, конечно, нужно по показаниям. В качестве профилактики можно всегда делать. В качестве профилактики, конечно, может, 900 – это высоковатая доза, может быть, 500 достаточно было в профилактической дозе. Но, конечно, у кого есть снижение иммунитета кожи, есть какие-то высыпания, то дозировка должна корректироваться в зависимости. И, в принципе, иммунитета, я знаю, у тебя, кто любит коллаген, для общего действия, да, пить тоже принимать вовнутрь, и это работает вместе с витамином С. С витамином С и с витамином Е, желательно. Марина, я поняла, что сегодняшняя встреча для тебя с нашей прекрасной гостью была не случайной. Я обожаю эту тему. Да, дозировку все-таки должен прописывать, правда? Доктор, конечно, да, в зависимости от проблемы. Да, друзья, мы с удовольствием вам говорим про то, что у нас в гостях была заведующая косметологическим отделением Клинического центра пластической хирургии и медицинской косметологии Минска. Врач-косметолог Людмила Лукьянова. Это был очень познавательный разговор. Спасибо. Спасибо вам огромное.